Я приветствую вас на своем канале, очередная порция новостей из мира туризма на подходе. И прежде чем мы приступим, я бы хотела вам напомнить, что в конце прошлой недели я совместно со своей сестрой запустила совершенно новый канал, где вы найдете ноль роликов про новости, но зато увидите массу видео о жизни в Турции. На канале вышло уже два видео, так что если вы пропустили, обязательно переходите по ссылке, которую я закреплю в комментарии, посмотрите наши новые ролики, оцените канал, всех с радостью ждем. Ну а мы приступаем к новостям. В конце прошлой недели российские и турецкие СМИ сообщили сразу о двух достаточно крупных пожарах, которые произошли в отелях, расположенных на популярных курортах Анталийского побережья. Один из них был зафиксирован в Алании, другой в Белеке. Давайте разбираться, что же произошло в Алании. А в Алании загорелась крыша отеля, который называется Ларина Фэмили Резорт Алании 4 звезды, отель располагается в районе Кестель. Пожар произошел 2 сентября около 11 часов утра. Как сообщают турецкие СМИ, туристов оперативно эвакуировали, поскольку огонь распространялся достаточно быстро и охватил практически всю крышу пятиэтажного здания. В работе по тушению участвовало несколько пожарных бригад, а также вертолеты. Возгорание удалось быстро взять под контроль и в короткие сроки, буквально в течение часа, ликвидировать. Известно, что среди туристов погибших и пострадавших нет. К врачам обратились двое пожарных, участвовавших в тушении. На данный момент в вышеозвученном отеле продолжаются восстановительные работы, и сколько они займут времени пока неизвестно. Сейчас пожарные охлаждают крышу отеля, а полиция, в свою очередь, выясняет причины возгорания. На российском рынке Ларина Фэмили позиционируется как гостиница для семейного отдыха. До пляжа, который находится в 800 метрах от гостиницы, туристов возит трансфер. Стоимость тура на 6 ночей с вылетом из Москвы в сентябре с питанием All Inclusive составляет 92 тысячи рублей на двоих. Как выяснилось чуть позже, российские туристы на данный момент в вышеозвученном отеле не отдыхают. Хотя он и представлен у одного туроператора, это туроператор Pegas Touristic, но его представители уверяют, что сейчас на территории отеля туристов из России нет. Это что касается пожара, который произошел в Алане. Теперь давайте разбираться, что же произошло в Белеке. Туристы уверяют, что прямо посреди ночи им пришлось спасаться от огня. Пожар произошел в отеле Belcon Hotel 4 звезды. Как уверяют туристы из России, ночью они проснулись от странных звуков, а потом увидели черные клубы дыма. Они очень быстро сориентировались, собрали свои вещи и выбежали из бунгало. Вот такое у нас доброе утро. И вот какой информацией на данный момент делятся пострадавшие туристы. Цитирую. Сейчас номер просто черный. Было очень смешно, когда нам сказали идти забирать вещи после того, как огонь потушили. Там все было в копоте. Также оказалось, что за бунгало стояли газовые баллоны, которые могли взорваться из-за пожара. Сейчас поселили в хорошую виллу, все нормально. Нам в этом плане крупно повезло. Но есть туристы с детьми, которым до сих пор не предоставили другие номера. В итоге пожар повредил сразу несколько бунгало в отеле Belcon Hotel. Как вы видите, одним туристам предоставили новый номер достаточно быстро. Другим же, в том числе семьям с детьми, пришлось ждать несколько часов для того, чтобы получить новую комнату. Кстати говоря, в гостинице до сих пор не дали официального комментария по поводу инцидента. Вот такие вот новости поступают из Алании и Белека. К сожалению, зафиксировано сразу два пожара. Но, к счастью, никто в итоге не пострадал. Будем очень надеяться, что таких новостей о пожарах, в том числе и в отелях, будет поступать как можно меньше. Мы переходим с вами к следующей новости. Вчера, 4 сентября, советник президента Турции Идбулут сделал достаточно любопытное заявление в своем твиттере. И сообщил, что этой зимой в Турцию на зимовку приедет как минимум 1 миллион жителей стран Европы из-за проблем с газоснабжением. Вот что конкретно он рассказал. Цитирую. «Минимум миллион граждан стран ЕС, которым отключили газ, приступили к действиям, чтобы провести эту зиму в Турции. Отели в Стамбуле, Измире, Анталии и во многих других провинциях будут переполнены. Европейцы уже начали действовать в плане приобретения и аренды жилья. И кроме того, в своем сообщении чиновник посоветовал арендодателям не продешевить. Если прогнозы чиновника сбудутся, это будет означать, что в самое ближайшее время нас ожидает резкое повышение цен на аренду жилья в Турции. Если мы вспомним начало этого года, когда в Турцию приехало множество иностранцев, то мы увидим, что цены на аренду жилья подскочили в несколько раз. И многие местные жители еще весной начали жаловаться на тот факт, что им подняли арендную плату несколько раз, а некоторых и вовсе просили съехать для того, чтобы на их место заселить иностранцев, с которых, конечно же, арендодатели могут брать более кругленькую сумму. Так что, если прогнозы чиновников все-таки окажутся верными и в Турцию на зимовку приедет как минимум миллион европейцев, мы все с вами скоро увидим повышение цен на аренду жилья в Турции. Будем тщательно следить за этим вопросом и, конечно же, все с вами обсуждать. А теперь предлагаю вам посмотреть достаточно короткий ролик. Инцидент произошел не в Турции, а в Китае, но тем не менее, из этого ролика мы наглядно с вами увидим, как порой банальная лень, а, возможно, скудаумие одного человека может навредить другим окружающим его людям. Смотрим. Из ролика нам становится ясно, что две достаточно ленивые девушки решили изобрести новый способ спускать быстро тяжелые чемоданы с эскалатора, но не учли того факта, что на эскалаторе могут находиться и другие люди. В итоге один из чемоданов сбил женщину с ног, ей потребовалась медицинская помощь. Вообще, туристические порталы сообщают, что подобные инциденты нередкость. Так, к примеру, 18 августа в метро Санкт-Петербурга упущенный хозяйкой чемодан сбил пассажирку. Отмечается, что на пути летящего вниз багажа были и дети, но они успели отскочить. Поэтому очень важно, когда вы пользуетесь эскалаторами, будь то в аэропорту, будь то в метро, обязательно нужно следить за своим багажом. Понятное дело, что не стоит их спускать, как это сделали китаянки, но даже порой невнимательность и нерасторопность может привести к достаточно тяжелым последствиям. Хотелось рассказать вам об этом инциденте, чтобы мы с вами были более внимательны в этом плане. Мы переходим с вами к следующей новости. В самое ближайшее время аэропорт Анталии будет расширен для того, чтобы иметь возможность обслуживать большее число пассажиров. На фоне этой новости также российские туроператоры заявляют, что намерены этой зимой использовать аэропорт Анталии в качестве стыковочного хаба для отправки туристов в третьи страны. В то время как сейчас по всему миру во многих странах аэропорты страдают от нехватки персонала, турецким аэропортом удалось выйти из кризиса в авиационном секторе, который возник из-за пандемии. На данный момент аэропорт обслуживает более 185 тысяч пассажиров в день. Ожидается, что первый этап работ по расширению будет завершен к январю 2025 года. Площадь международного терминала будет увеличена с 142 тысяч квадратных метров до 267 тысяч квадратных метров. Также строится новая стоянка для самолетов на 181 место с новым топливным парком с подземными трубопроводами. Также сейчас идет работа по увеличению пассажиропотока и в зимние месяцы. Представители российских туроператоров заявляют, что в самую ближайшую зиму планируют использовать Анталию для того, чтобы отправлять на Карибы и в страны Дальнего Востока. Лучший маршрут из России в эти пункты назначения через Анталию с остановкой в городе. Прибывающие пассажиры будут отдыхать в Анталии перед отправлением в конечные пункты назначения, сообщил представитель Ассоциации туроператоров России. Вот такие вот новости поступают по поводу расширения аэропорта в Анталии. Он набирает всю большую популярность. Очень многие используют его также в качестве стыковочного хаба, в том числе и туроператоры. Основной этап работы будет завершен к январю 2025 года. Ну что ж, можно только порадоваться за аэропорт Анталии. Ну и небольшая новость из Стамбула. Дело в том, что в последнее время ходило очень много слухов, что власти города намерены снести Девичью башню. Девичья башня – это очень популярная достопримечательность. Многие ее считают символом города. Буквально на днях Главное управление музеев опровергло эти слухи и сообщило, что начиная с 2023 года Девичья башня откроется в качестве музея, а сейчас там идут реставрационные работы. Девичья башня будет служить музеем и памятником с нетронутыми историческими и монументальными ценностями. В 2023 году, в столетию Турецкой республики, заявили в Главном управлении культурного наследия и музеев. Эксперты двух университетов сообщают, что ферроцемент, нанесенный на стены башни после пожара 1940 года, уже не выдержит предполагаемого землетрясения. Вы знаете, Стамбул является сейсмоопасным городом, и именно сейчас башню реставрируют для того, чтобы в случае последующих землетрясений, пусть даже не мощных, башня осталась целой. В конце ролика в очередной раз хочу вам напомнить, что мы совместно с моей сестрой открыли новый канал о жизни в Турции. Там уже опубликовано два видео, так что не переключайтесь, переходите на наш новый канал, оцените наши видео, всех ждем с большой радостью. Ну а на сегодня все. С вами, как обычно, была Катя, и мы увидимся в следующем ролике.